Как правильно должен работать желудочно-кишечный тракт? Что такое запор и почему он развивается? Какая еда способствует нарушению выделения шлаков? Какие продукты и напитки лучше не употреблять, если есть склонность к запорам? Смотрите видео до конца, расскажем про питание, которое может привести к нарушению стула, возникновению запора. Человеку для жизнедеятельности необходимо ежедневное поступление белков, жиров и углеводов, минералов и витаминов. Все эти вещества организм получает из пищи. Превращение продуктов питания в необходимые элементы происходит в желудочно-кишечном тракте. Как правильно должен работать желудочно-кишечный тракт? Желудочно-кишечный тракт представляет собой многофункциональный орган, начинающийся в полости рта и заканчивающийся прямой кишкой. Пищеварение начинается уже при попадании пищи в рот, затем продолжается в желудке, но основное поступление необходимых веществ возможно из тонкой кишки. В толстой кишке усваивается вода и необходимое количество питательных элементов. В основном, здесь скапливается и подготавливается к выделению шлаки. Поступление пищи происходит через рот, где она тщательно измельчается зубами, смачивается слюной, содержащей активные ферменты. В желудке на пережеванную пищу воздействует соляная кислота и секрет желудочных желез. Далее, в двенадцатиперстной кишке происходит перемешивание пищевого комка с желчью и соком поджелудочной железы. Благодаря этим реагентам вся пища распадается на белки, жиры и углеводы, молекулы которых попадают в кровь. Здесь же происходит усвоение минералов и витаминов. Продвигаясь по тонкой кишке, пищевой комок постепенно теряет полезные свойства и обогащается токсическими продуктами метаболизма, которые необходимо удалить из тела. Окончательное образование каловых масс, состоящих из шлаков и остатков переваренной и непереваренной пищи, происходит в толстой кишке. Выделение через прямую кишку из организма продуктов жизнедеятельности людей – ежедневный процесс. При такой работе органов пищеварения организм получает необходимые ингредиенты и выделение шлаков идет своевременно. Нарушиться деятельность кишечника может как в сторону частого жидкого стула и привести к обезвоживанию, так и к задержке стула, когда возникает запор. Перед тем, как продолжить видео, приглашаем вас подписаться на канал. Что такое запор и почему он развивается? Запор – это задержка выведения шлаков из организма. О запоре говорят, если отсутствует стул в течение трех дней и более. Выделение кала происходит затруднением. Требуется усилие натуживания при посещении туалета. Постоянно ощущается неполное опорожнение кишечника. Кал сухой и твердый. Нарушается баланс кишечной микрофлоры, беспокоит вздутие и метеоризм в животе. На фоне нарушения ритмичности и интенсивности очищения кишечника, то есть при запоре, страдают и общее состояние и самочувствие. Это происходит в результате того, что токсины всасываются назад в кровь и распространяются по всему организму. При этом человек ощущает головную боль и головокружение, выраженную слабость и повышенную утомляемость, сниженный аппетит и неприятный запах изо рта, сухость во рту, появление налета на языке. Причинами затруднения дефекации могут быть неправильное питание, употребление продуктов, замедляющих моторику кишечника, недостаточное количество жидкости, малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности, такие физиологические состояния, как пожилой возраст и беременность, гормональная дисфункция, неврологические расстройства, психоэмоциональное состояние, проблемы в органах пищеварения, препятствия в кишечнике, опухоли, полипы, дивертикулы, аномалии развития и строения, долихоколон, побочные действия на фоне употребления некоторых лекарств, антидепрессантов, антибиотиков, проблемы органов малого таза. Среди всех проблем, приводящих к запору, основное значение имеет нарушение стула, связанное с питанием. Какая еда способствует нарушению выведения шлаков? Частой причиной запора становится употребление одного или нескольких далее перечисленных продуктов. Алкоголь, особенно крепкие напитки, употребляемые в больших количествах. Они приводят к интоксикации и обезвоживанию, одним из проявлений которых является запор. Нарушение водно-солевых взаимодействий, токсическое влияние на мышечную активность кишечника, правда, может привести и к диарее, но чаще после посиделок с употреблением алкоголя возникает запор. Употребление глютена, растительного белка, содержащегося в зерновых культурах, использование продуктов, содержащих глютен, приводит к развитию запора. Каша из ячменя и пшеничный хлеб часто приводят к задержке стула. Рафинированные продукты, особенно это касается пшеницы и риса, употребление белого очищенного риса, булочек и хлеба из белой муки высшего сорта, приводит к формированию тугих твердых каловых масс, поскольку в этих продуктах слишком мало клетчатки. В процессе обработки все зерна утратили грубые пищевые волокна. Молоко и молочные продукты часто бывают причиной запора, особенно это касается взрослых и пожилых людей, а также младенцев. Это, скорее всего, связано с особенностями ферментативной активности органов пищеварения, снижением количества необходимых энзимов с возрастом и незрелостью желудочно-кишечного тракта у малышей. Красное мясо также относится к продуктам, которые могут вызвать нарушение выведения шлаков из кишечника, приводить к запорам, потому что практически не содержит пищевых волокон, быстро вызывает насыщение, значит не требуется дополнительно есть овощи, имеет высокую концентрацию жира, жиры медленно перевариваются и перистальтика замедляется. Использование пищи, приводящей к быстрому насыщению, но не имеющей в своем составе необходимой для нормальной работы кишечника пищевых волокон. К таким продуктам относятся мороженое, шоколад, чипсы, фабричные сладости. Фастфуд и жареные блюда замедляют продвижение продуктов пищеварения по кишечнику, поскольку практически не содержат клетчатки, имеют плохо поддающиеся перевариванию вещества, то есть замедляют пищеварение и часто в них присутствует избыток хлористого натрия, проще говоря соли. Слишком соленая пища забирает воду из кишечника, приводит к обезвоживанию организма уплотнению каловых масс. Фрукты, содержащие дубильные вещества, при употреблении их в большом количестве могут привести к запору, к ним относятся хурма, гранаты и некоторые другие. При попадании в кишечник они уменьшают интенсивность выработки слизи и замедляют перистальтику. Ослабевают моторику кишечника, приводят к задержке стула продукты, содержащие танин. К ним относятся крепкий черный чай, черника, какао. Они применяются в обычном меню и используются во время диареи, но в ежедневном рационе могут привести к запору. Слизистые супы, кисели, протертые каши содержат много слизи, способствующие замедлению работы кишечника из-за обволакивающего действия. Напишите в комментариях, как вы питаетесь и есть ли проблемы с кишечником. Какие напитки и продукты лучше не употреблять, если есть склонность к запорам? Для того, чтобы стул был всегда регулярным, необходимо следить за своим питанием, подбирать индивидуальную диету при склонности к запорам. Следует помнить, что одни и те же продукты могут вызвать у одних послабление, а у других запор, как это бывает при употреблении молока или алкоголя. В каждом конкретном случае следует быть внимательным к особенностям собственного организма и тонкостям пищеварения. Среди общих рекомендаций по нормализации стула следующие. Включение в свой рацион обязательно овощей и фруктов, цельнозерновых каш и цельнозернового хлеба. Употребление достаточного количества воды, не менее 1,5 литров в день. Обязательно выпивать стакан воды натощак, можно с чайной ложечкой меда или капелькой лимонного сока. Соблюдение режима питания. Есть часто маленькими порциями, ни в коем случае не переедать. Тщательно пережевывать пищу, чтобы она лучше переваривалась, а не засоряла кишечник, приводя к развитию гнилостных бактерий и застою в толстой кишке. Ограничить жирные сорта мяса и птицы, по возможности употреблять исключительно белое мясо. Не ложиться сразу после приема пищи и не есть перед сном. Среди продуктов, если отмечается склонность к задержке стула, следует отказаться от употребления молока и кисломолочных продуктов более суточной давности после их приготовления. Крепкого алкоголя, особенно в больших количествах. Жирных сортов мяса, в том числе птицы. Кондитерских изделий и сладостей фабричного производства. Мучных изделий, особенно из муки высшего сорта. Крепкого и черного зеленого чая. Насыщенных концентрированных бульонов. Полуфабрикатов и фастфуда. Чипсов и других быстрых завтраков, сделанных с использованием химических добавок. Любых газированных напитков, но особенно сладкой газировки. Готовых соусов, майонеза и других разновидностей приправ. Если сразу отказаться от привычного рациона сложно, то следует делать это постепенно, заменяя вредные продукты на полезные и постепенно увеличивая количество полезных, выводя из рациона вредные. Отказаться от продуктов, приводящих к запорам, это не значит совсем забыть об их существовании. Это значит исключить их из ежедневного меню, а в отдельные дни можно применять, но соблюдая ограничения. Правильная, полезная еда – залог хорошей работы всех органов, прекрасного самочувствия и высокой работоспособности. Только за счет изменения питания можно победить многие недуги, среди которых и запор.